Скажите, а вы продолжаете писать стихом? Да, я продолжаю, конечно, их писать, но я их нигде, конечно, не печатаю. Иногда заношу себя в мобиле где-то. А стихом? Нет, я сейчас не буду читать, я не помню. Я не помню. Я поменял аппарат. Как не бывает, поэт всегда помнит какие-нибудь дети. Сергей, вопрос такой. А кто ближе как художник? 90 или 2000? Как художник? Я думаю, что художник может всегда существовать. В любое время. Сразу отключили микрофон. Но я точно не аплодет 90-х, друг мой. Я знаю, что ты такой удовольный купец. И тебе как капиталиста может быть ближе возраста к 90-х. Нет, конечно, это время сложное. Мне не нравятся те люди, которые сформировались в 90-е, сорвали уши в то время, а потом топчут это время. Делая вид, что они вообще ни при чем. Пытаются отстраивать себя от времени, которое их и сделало хозяевами князей. Ситуация лицемерия мне неприятна. Конечно, идеализировать 90-е было бы странно и смешно, и хватало и чудовищных преступлений и всего прочего. При этом, я думаю, что во многом линия 90-х, к сожалению, продолжилась, но в худшем виде. И те задатки авторитарные, которые были уже явлены тогда, они были выведены до максимума. Время нулевых, это в литературном смысле, время неплохое, кстати. Потому что поколение людей, которые ясно и трезво смотрят на вещи, потому что реалистическое поколение, оно появилось именно в миллениум. В начале нулевых возникло поколение людей, как все это идущие в росте, конечно, разные люди совершенно, но авторов, которые стали как-то по-новому немножко писать о окружающей действительности. То есть период исключительно Стёба, то, что принято называть постмодерном, он сменился в новом периоде. И я вижу, что это довольно плодотворное, именно в литературном смысле время, но не в общественном. Может быть, даже многие энергии просто переместились из общества, а сегодня в литературу. Вот так я бы тебе скажу. Просто не именно, а это отличное, просто немного не то. Несколько у меня вопроса, тебе как к художнику ближе 90-е, а это отличное? А, ты знаешь, в общем-то, честно говоря, вот я сейчас пишу роман, где как раз совершается такой флешбек. В начало 90-х. Потому что мы до конца не разбрались ни с временем, ни с людьми, ни с опытами, которые были тогда. Это, конечно, будет пелихоничная вещь, без жестких выводов, но по-настоящему, я думаю, это время неосмысленно. Если говорить о том периоде, который был насыщен событиями, то, конечно, интересно написать о 90-е, но это не значит, что о сегодняшнем дне не хочется писать, я не пишу, но тоже пишу, безусловно. Но мне интересны и другие времена, мне интересны и 80-е, и 70-е, точно так. И будущее. Тебе как художнику какие больше интересные, 90-е, 90-е, ну скажи, пожалуйста. Я ответил, так что нет лобовых ответов на многие вопросы. Вы достаточно вдумчивые, достаточно энергичные, в то же время определенная и реакция у вас на то, что практически где-то есть от Достоевского. Это начало, это так. Вот вы, как вы с вами видите будущее, это хобби, это профессия, или это действительно мир, который по-настоящему хотите описать с разных сторон восприятия своего. Действительно, жизнь вверх-вниз, то, что вы сказали о Китае, да, и в общем-то для многих это свойственно в тот период, и в наш период тоже. И в общем, ваша идея определенная откровенность, да, она идея-то для вас тоже определенной болью, потому что вы действительно очень чувствительный человек, и то, что вы сказали по журналам, и вот так было, да, это действительно есть определенная опасность в этом плане, так как можно уйти и оттуда не вернуться. Спасибо. Спасибо. Да, можно уйти и не вернуться, это действительно такой захватывающий мир. Но я вижу себя, безусловно, пишущим человеком, в первую очередь и в главных, и это единственное, чем я хочу всерьез заниматься на самом деле. То есть я даже где-то благодарен судьбе за то, что вот в первую очередь, да, не только тем, что пишу прозу. Я думаю, что и дальше я буду писать книги, писать прозу, и в этом я вижу смысл и предназначение. Другое дело, что, конечно, мир широк, и я не отказываюсь реагировать на острые вызовы времени, там, я могу писать и публицистику, и статьи, и высказываться, и выступать. Это все естественное. Но вот художественное, оно для меня первично. Спасибо. Спасибо. Вопрос, наверное, немножко смыкается с предыдущим, но в такой более общей форме, и в то же время, все-таки, он несколько подробно его. Вы как писатель, в чем видите свою миссию читателя, ну, в чем смысл, может быть? Вы хотите сказать какую-то миссию, какую эту миссию, у вас есть какая-то, допустим, идея? Ну, идет через все ваше творчество, да? То есть, вот, там, вы хотите развлекать, то есть, я уже как-то предлагаю ответ, но, то есть, я не хочу, чтобы вы отталкивались от этого. То есть, ну, если вы поняли, да, мой вопрос. Спасибо. Да я думаю, что писатель, как Герц, он говорил, да, если вы помните, он говорил, мы не врачи, мы боли. Это фраза даже отчасти уже истрепанная, но задача писателя, как мне кажется, как правило, даже когда он ставит себе какую-то идею впереди, все равно он ее перерастает. Поэтому задача писателя, на самом деле, просто передавать ощущения, свои впечатления, и одна книга, как правило, не похожа на другую. Я вижу смысл в том, чтобы выписануть какую-то искренность и рассказывать о людях, рассказывать о времени, может быть, давать, конечно, и надежду, и ощущение того, что препятствия преодолимы. Но задача, конечно, не в назидании таком вот, в прямолинейном. Показывать время, и чтобы люди узнавали. Ну, раз, когда пишешь, ты представляешь, что рядом с тобой сидит какой-то твой знакомый, которому ты начинаешь рассказывать историю, и даже его трясешь за плечо. Вот послушай, так все это было. И в этом смысле, инстинкт письма, писательский инстинкт, он не может быть, мне кажется, расщеплен на какие-то очевидные формулы. Почему, получается, так или иначе? Как писались эти книги? Они все были разные. Малыш наказан. Это была книга о любви, о подростке, так сказать, его увлечении, о его умомрачении. А ура, это был текст 20-летнего, такой призыв бодриться, рассказ, может быть, даже такой отчасти текст камикадзе, но при этом позитивный, такой рассказ про полет в сторону Солнца. Как некоторые японцы, когда у них расходовалось топливо, они направляли свои самолеты в сторону Солнца. Я думаю, что, при всем при том, литература – это музыка, конечно, и поэтому объяснить ее полностью формулами и привести к жестким выводам, конечно, невозможно. Но, тем не менее, про каждую книжку можно рассказать и языком эстетики, и, уж простите, языком проблематики. Спасибо огромное. Сергей, а вот такой вопрос. А бывают ли у вас некие моменты творческого, ну, не хотелось бы так говорить, но тем не менее, кризиса какого-то? Если вот бывают такие моменты, как вы их преодолеваете? Как происходят такие моменты? Ну, бывает, конечно, некоторая задерганность, потому что вот сейчас было много поездок. Мы летали в Киргизию с моими друзьями из издательства «Альпина», с Сашей Лиманским и Андреевым. Летали, было много презентаций, это очень насыщенная была поездка, потому что здесь одна из глав революции в Азии, где рассказывается о событиях в революционной Киргизии. И вот я туда прилетел, и потом был Бешкет и еще много чего. А потом сразу Новосибирск, где мы были с Павлом Подкосовым, и там вот эти встречи происходили буквально каждые полчаса. Это, конечно, все изматывает, потом кусочком рвут всякие эфиры, которых я стараюсь отказываться, потому что телевидение у нас достаточно пустое и бессмысленное. И необходимость все-таки гуглицистически высказываться. Это все при сочетании с главным, то есть написанием прозы, это все, конечно, в какой-то момент может изматривать. Но пока нахожу ресурс внутри. Это может быть, так сказать, прогулка с сыном за городом, игра какая-то, чтение, просто умение отвлечься и выключить телефон на несколько часов. Как-то так. Как-то так. Не думаю, что нужно поддаваться этому соблазну впасть в кризисное состояние, потому что я уже грубо сравнил писателя с «Фабрикой». Мне представляется, что существуют такие, по сути, боевые задачи, которые нужно выполнять. Сейчас нужно было написать про Серафимовича текст, достаточно большой, но я сел, написал, я прочел полностью этого писателя. Вот вы кто-нибудь читал его? Да? Почему нужно? Почему? Да вот, вы понимаете, мне те, кто издают «Литературную матрицу», предложили написать в очередной раз уже для очередного учебника. Там уже такие факультативные писатели, которые когда-то входили по школьному программу. И я, честно говоря, раньше пытался открыть «Железный поток», меня это как-то не впечатляло. Но тут я взял, прочел его, этот поток, почитал другие вещи, несколько романов, укрозу Серафимовича, прочитал книгу о нем. Вообще, это была какая-то цепочка мистических совпадений, потому что я пошел на дачу в сельский магазин, и там мне сразу попалась книга, биография Серафимовича, подписанная одной из селянок, в свое время его учеником и исподрительником, прямо буквально. Серафимович – непростая фигура. Это ведь был такой вот, начавший еще писатель до революции, уже добившись успеха, сподвижник Леонида Андреева, его близкий друг. И, конечно, он писал в такой странной эстетике, в общем, эстетике красного смеха, скорее Андреевского. Я не восхищаюсь в коем случае Серафимовичем, который был, конечно, детем своего времени, но при этом я думаю, что писатель требующий прочтения, писатель достаточно интересные вещи, хотя зачастую резкие и где-то это даже такие цветы зла. Мне даже было странно, что «Железный поток», который, видимо, просто никто не прочитал по-настоящему, был включен в школьную программу, потому что, ну, в общем, такое вот изуверство сплошное, да. Но Серафимович не сводится к этому, у него вообще интереснейшая биография. Был в нем что-то даже такое вампирическое в этом человеке, Александр Серафимович Попов, казачий сын, который все время же писал «Свертоубийство», но при этом был колоссальным жизнелюбом и прожил 86 лет. С бесконечными приключениями, конечно, знал всех. И началось все с того, что Илья Николаевич Толстой вошедший в период учительства поставил пять с плюсом на полях одного из рассказов Серафимовича и аж сравнивал его с Чеховым. Ну и, конечно, общение там со всеми вождями, со всеми писателями. И при этом нельзя говорить, что это просто был конъюнктурщик, например. Есть интереснейший пример с героем Железного потока, командарном, которого в 1938 году арестовали и репрессировали. Он писал, кстати, слезные письма, я тот самый, ну как же, моя книга входит в школьную программу, все знают оттуда. Но при этом, когда Серафимович встречался со школьниками в 1940 году, у него спросили, кто ваш герой, он открыто рассказал в то время о прототипе, сказал, что это славный человек, незаслуженно обвиненный, репрессивный и так далее. То есть Серафимович произвел мне впечатление сложного и во многом искреннего человека. Было где покопаться, было что узнать. И иной раз, может быть, так и нужно брать не очень замыленные имена, не тех, про кого уже написаны тонны литературы, а про тех, по отношению к кому ты ощущаешь себя пионером, в первичном смысле этого слова, то есть первооткрывателем. Он очень покровительствовал в Шелухову. Он якобы такой... Он очень помогал в Шелухову, это правда. И когда Серафимович был уже за 70 лет, он под дождем купался ночью с Шелуховым, и они там пили водку, как он лежит до казачьего солнца, такая называют костер. И, конечно, они постоянно дружили. В общем, роль Серафимовича в том, что он помог Шелухову, огромна. И, что бы ни говорили, конечно, «Тихий дом» — это великолепное произведение русской литературы. Серафимович был хороший подписчик, кстати, в литературе. Ну, чего же говорить, он основал «Новый мир», он был главным редактором журнала «Октябрь». Но вот как-то так получилось, что эта фигура в тени. Я, повторяю еще раз, я не фанат, не безумный поклонник Серафимовича, у него очень специфическая проза. И, тем не менее, эта фигура заслуживающего интереса, и это тексты, которые заслуживают внимания. Спасибо огромное. Сергей, и в заключение нашей встречи, что бы вы могли пожелать своим читателям, не читателям? Может быть, несколько слов? Ну, я всех рад видеть, я желаю читать книжки. Следить за современной литературой и понимать, что, на самом деле, литература не сводится только к тому, что мы прочитали когда-то в юные годы. Выходит интересное, прекрасное произведение, на самом деле, немало. Есть что читать, есть писатели самые разнообразные. Так что давайте их будем читать. Ну, и, в общем, мне было приятно общаться и рассказать о чем-то, что пишу. Так что я смогу себе говорить о том, что я буду писать. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ А, ну, это будет вот учебник в декабре по определению, если вы должны начать. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, Сергей с удовольствием оставит свой автограф. Пожалуйста. Спасибо.